Спасибо, Татьяна. Док, доцент кафедры русского языка и театической прикладной лингвистики БГПУ имени Мехтахедина Акмулы. Как говорится в законе об образовании, важным направлением в развитии и воспитании является патриотическое. Патриотизм воплощает в себе любовь к своему отечеству, связывает его с историей, с проблемами, достижениями, с культурой народа, а также с притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, которая как раз закладывается именно в младшем школьном и дошкольном возрасте, а также формирующим гражданскую позицию и потребность в достойном служении Родине. В настоящий момент приоритетным направлением в современной образовательной политике и всего образовательного пространства в целом является патриотическое воспитание. Главная задача нашего государства в том, чтобы мы подготовили с вами ответственного гражданина, способственного самостоятельно оценивать происходящее, строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей, который будет принимать судьбу Отечества, а также свою личную и сознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, в которой он живет. В настоящее время важным направлением именно о воспитательной работе и учителей, и воспитателей, а также классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе является патриотическое воспитание. Конечно же, оно начинается именно с детского сада. Как мы знаем с вами, дошкольный и младший школьный возраст – это самый ответственный период для воспитания самых важных черт личности, в том числе и патриотизм, потому что мы знаем, что дети в этом возрасте наиболее обнушаемы, податливы, доверчивы, склонны к подражанию. Вы знаете, что дети копируют поведение взрослых в этом возрасте, ну и, конечно же, важным является авторитет воспитателя и учителя. Как говорили известные психологи Выгодский и Бажович, именно в этом возрасте, то есть в возрасте дошкольника, происходит активный процесс накопления знаний о положительном и отрицательном жизни общества, о взаимоотношениях между людьми и о свободе выбора. И так, как мы построим с вами задачу воспитания, будет зависеть и наше с вами подрастающее поколение. В государственной программе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации говорится о том, что патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования, культурной идентификации со своим народом, уважение к его историческому прошлому, историческое, личностное, ответственное отношение к настоящему и будущему нашей страны. Ну и, конечно же, Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет задачу патриотического воспитания, которых мы должны с вами придерживаться. Это формирование знаний об истории своей страны, о ее национальных ценностях, воспитание и развитие патриотических чувств, связанных с переживанием причастности к своему народу, выработка личностного и ответственного отношения к настоящему и будущему страны. Можно выделить патриотизм как социальное явление, то есть как жизнь его в обществе, в виде объединяющей основы существования и развития любых наций и государственности, поскольку все-таки Российская Федерация является федерацией национальностей, и здесь у нас очень много проживает разных национальностей, и в последнее время в детских садах, конечно, мы встречаем с вами именно поликультурное пространство. И как же в этом поликультурном пространстве нам развивать патриотическое воспитание? Это важная задача. Российский патриотизм – это особая любовь к родной природе, потребность россиян в коллективной жизни, веротерпимость и законы послушания. Чувство патриотизма, которое мы с вами должны сформировать у детей, является результатом, конечно же, долговременного и целенаправленного воспитательного процесса. Это воздействие на ребёнка, который начинает именно в младшем дошкольном возрасте и формируется под влиянием воспитания, под влиянием работы в семье, а также в обществе в целом. «Кто же такой патриот?» – спрашивают часто дети. Патриот – это человек, который любит своё Отечество, свою Родину, который предан своему народу и который готов действовать во имя своей Родины. Где может происходить формирование и развитие патриотизма? Ну, во-первых, это семья, поскольку в семье зарождаются основы воспитания, и от родителей зависит, конечно, очень важная и главная роль в развитии и становлении, и формировании современной личности. Средства массовой информации. Сейчас их очень много. Это и различные мессенджеры, и телевидение, и мультфильмы, а также различные новостные ленты, где дети тоже читают и черпают информацию о патриотическом воспитании. Далее на следующем месте стоит детский сад. Детский сад является одной из важнейших, наверное, основных социальных институтов, где мы можем формировать патриотическое воспитание. После детского сада ребенок попадает в школу. Там происходит последовательная работа по развитию, креплению патриотического воспитания. Ну и также это учреждения здравоохранения, учреждения культуры и спорта. Ну, кстати, учреждения культуры и спорта, они тоже играют важную роль наряду и с детским садом, и школой, и семьей, поскольку дети проводят свой досуг чаще всего в послеучебное время именно в данных учреждениях. Это могут быть различные секции, кружки по интересам, да, а также музыкальные школы, художественные школы. И здесь тоже педагоги должны обращать внимание на развитие патриотизма у наших детей. Что с собой включает патриотизм? Патриотизм включает в себя чувство привязанности к родным местам, уважение к языку своего народа, проявление гражданских чувств и сохранение верности к своей родине, к месту, где он родился, уважительное отношение к историческому прошлому, гуманизм, милосердие, но и общечеловеческие ценности. Все эти чувства мы с вами должны попробовать сформировать у наших детей. Выделяют несколько уровней патриотизма. Биологический, который формируется на генноклеточном уровне, то есть ребенок с ним рождается. Психологический, формируется в процессе национального воспитания в младшем школьном возрасте. Но здесь можно еще взять старший, дошкольный возраст. Социальный, это норма поведения именно в обществе. Социальная этика, система координации, субординации. Здесь ребенок учится в социуме, как себя вести, прививает нормы морали, поведения, нравственности. Конечно же, смотрит на окружающих. И здесь важную роль играет институт семьи, конечно же, и институт воспитания тех учреждений, куда ребенок ходит. И духовный, который связан с традиционными верованиями народа. Вот эти вот уровни патриотизма можно будет выделить и, конечно же, на все эти уровни обратить внимание. В национальной доктрине образования Российской Федерации говорится о том, что наша система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России граждан правового, демократического, социального государства, который будет уважать права и свободы личности и граждан, обладать высокой нравственностью и проявлять национальную и религиозную терпимость. Выделяют несколько баз патриотического воспитания. На первом месте, можем сказать, это нравственное воспитание личности, эстетическое развитие чувства прекрасного, трудовое, то есть через трудовую деятельность, и умственное, через какие-то когнитивные функции, которые мы будем с вами развивать при выполнении каких-то определенных заданий. Давайте выделим условия патриотического воспитания. Одним из самых важных условий патриотического воспитания является, конечно же, благоприятный психологический климат в коллективе. Как мы можем это сделать, начиная с детского сада? В детском саду детей можно встречать с улыбкой, радостью, объятиями. То же самое можно будет потом в дальнейшем перенести в школу, поскольку воспитание чувства привязанности к воспитателю, учителю, родителю, либо педагогу дополнительного образования является основой, базой, на которой будет формироваться чувство любви к Отечеству. Вот это самое важное условие патриотического воспитания, которого мы должны придерживаться, то есть благоприятный психологический климат. И вот обратите внимание, что если какой-то социальный институт или институт семьи отклоняется от нормы, то уже будет сложно воспитателю и учителю создавать этот благоприятный психологический климат. Например, если в семье у ребёнка проблемы, и он приходит в детский сад, и его встречают с улыбкой, то здесь он уже будет понимать, кто его любит, кто к нему хорошо относится, да. И, конечно же, чем больше мы будем детей любить и показывать свою радость и улыбку, тем больше и, наверное, лучше ребёнок будет воспринимать те нормы воспитания и морали, которые мы будем прививать в этом возрасте. Следующее важное условие патриотического воспитания – это интеграция содержания образования, то есть это проектирование такого содержания, которое бы способствовало получению и усвоению ребёнком культурных традиций своего народа и традиций других народов. Ну, например, если у нас с вами в группе дети разных национальностей, то мы можем рассказать о тех национальностях, которые у нас имеются, рассказать о их традициях, о культуре данного народа. Это могут быть игры различные, тематические блоки о любви к родине, краю, природе. Можно показать небольшие фильмы, которые бы раскрывали суть традиций данного народа. Либо можно пригласить, например, родителей детей, которые бы могли поделиться теми основными характеристиками культуры народа, которые они могут вам поведать. Следующее условие – это интеграция условий реализации содержания образования, то есть это могут быть определённые методы, приёмы, а также учебно-наглядные пособия. Это могут быть различные игры и тематические занятия. Можно выделить некоторые принципы патриотического воспитания. Один из этих принципов – принцип личностно-ориентированного общения. Данный принцип, по своему названию, мы можем сказать, что он предусматривает индивидуальное, то есть личностное формирование и развитие морального облика человека. Это может быть партнёрство, соучастие, взаимодействие, приоритетная форма общения педагога с детьми. То есть обратить внимание на личность ребёнка и попробовать этот принцип реализовать через различные игры, о которых мы с вами поговорим попозже. Следующий принцип тоже не менее важен – это принцип культуросообразности, который заключается в открытости различных культур, а также создании условий для наиболее полного ознакомления с достижениями культуры современного общества, ну и формирования познавательных интересов. То есть знакомство с культурой народа, с его традициями, какими-то определёнными принципами, ну и особенностями. Например, вот, допустим, здесь можно предложить познакомиться с национальным костюмом или национальными традициями тех народов, которые проживают у нас с вами в России. Следующий принцип – это принцип свободы и самостоятельности, который позволяет ребёнку самостоятельно определить его отношения к культуре. То есть воспринимать, подражать, комбинировать, создавать самостоятельно, выбирать цель и определиться мотивы к действию. То есть там, где ребёнок может сам выбрать определённые отношения к своей культуре. Следующий принцип – это принцип гуманно-творческой направленности, который обеспечивает обязательное получение ребёнка во взаимодействии с культурой и определённые элементы, такие как воображение, фантазия, что немаловажно, полезность, новизна, создание условий для проявления различных коммуникативных отношений, которые ему пригодятся в дальнейшей деятельности. То есть создание тех условий, от которых будет зависеть дальнейшая коммуникация и его социальной средой. И здесь очень важно, конечно же, развить такие навыки, как воображение, а также фантазия и умение спрогнозировать и выйти на контакт с разными людьми. Следующий принцип – это принцип интеграции различных видов детской деятельности, который включает в себя содержание, образование, методы реализации, ну и предметно-развивающие условия. Какие же средства можно использовать при формировании патриотического воспитания? Ну, во-первых, это окружающая среда, о которой мы с вами говорили, куда входят различные социальные институты, СМИ. Далее художественная литература, на основе которой мы можем тоже воспитать детей. Следующее искусство – это могут быть различные картины, это могут быть какие-то кинофрагменты, это могут быть различные музеи, выставки. Фольклор, то есть устное народное творчество, ну и также патриотическая деятельность. Кстати, вот если мы возьмем фольклор, устное народное творчество, сюда же могут входить не только народные сказки, но и пословицы, поговорки, например, через которых как раз-таки идет знакомство с культурой народа. У нас очень много пословиц, поговорок, посвященных патриотизму, чувство уважения к родине, любви к родине, к родителям, к природе, к родному краю. Через эти пословицы, поговорки мы можем с вами тоже проводить различные беседы, конкурсы, а также в начальной школе, например, мы можем писать мини-сочинения на такие темы. Какие можно использовать методы при обучении и воспитании патриота? Самый главный, один из важных, наверное, методов, которые можно реализовать на всех этапах обучения, и в детском саду, и в начальной школе, и в старшей школе, это наблюдение. Как же можно реализовать данный метод? Здесь можно наблюдать за трудовой жизнью горожан, за изменениями в облике народа. То есть, как человек трудится, для чего он трудится, с какой целью. Следующий метод, наиболее действенный, наверное, это рассказ. Объяснение воспитателя или учителя, или педагога дополнительного образования в сочетании с показом нужных объектов, которые находятся под наблюдением детей. Также, конечно же, не менее важным являются беседы с детьми о стране и их родном городе. Следующий метод – это использование детских художных произведений, а также репродукции картин. Здесь можно, конечно, показать, обсудить, посмотреть, задать наводящие вопросы и подвести к тем выводам, которые необходимо услышать воспитателю или учителю. Также следующее – это разучивание с детьми песен, стихотворений, послоиц, поговорок, чтение сказок, в которых можно, конечно же, реализовать патриотическое воспитание. Ну и познакомить детей с народной декоративной росписью, которой, кстати, у нас тоже в России очень много. Следующий метод – это привлечение детей к посильному общественно-полезному труду. В детском саду это может быть, например, собрать игрушки, положить вещи на место свои, либо небольшая уборка территории. В школе это, конечно же, уборка кабинета, уборка своего школьного места. Следующий метод – это поощрение детей за инициативу, стремление постоянно поддерживать порядок в окружении, забережное отношение к имуществу, хорошее поведение в общественных местах. За это нужно детей хвалить, нужно объяснять, что ты совершил правильный поступок, и вот дети другие должны брать из этого, например, ребёнка пример. А там же личный пример воспитателя, который любит свою работу, улицу, город и отечество, потому что мы знаем, что в дошкольном возрасте дети слушают воспитателя и пытаются ему подражать. Какие можно использовать формы работы с детьми? Это могут быть целевые прогулки, ну, конечно, недалеко от детского сада. Это могут быть различного рода экскурсии, выездные. Это могут быть беседы, дидактические игры, викторины, занятия, внеурочные, имеется в виду, и праздники. Все вот эти формы работы, ну, особенно дидактические игры, викторины, занятия, праздники, вы можете найти на сайте инфоурок. Там очень много различных дидактических материалов, которыми делятся коллеги. Их можно скачать, там есть и различные презентации, очень хорошие игровые занятия, а также полные сценарии проведения различных праздников или викторин. Также обратите внимание на книги по патриотическому воспитанию для младших школьников. Их тоже очень много, тоже можно посмотреть на сайте, либо воспитатель, есть у нас сайты для воспитателей, либо для учителей русского языка и литературы в начальной школе, потому что именно они начинают приучать детей к чтению, и через чтение художественной литературы о войне, например, и беседы о различных героях нашей страны идут именно через уроки русского языка и литературы. Поэтому есть прекрасные сайты учли русского языка и литературы, можете посмотреть у них те виды занятий, а также различного вида УМК, ну и готовые программы по патриотическому воспитанию. Можно предложить следующую систему работы по патриотическому воспитанию. Такие тематические блоки, как «Вместе дружная семья», «Детский сад», «Труд взрослых», «Родной город» и «Родная страна». Давайте поподробнее рассмотрим. Итак, в каждом блоке мы можем предложить следующие виды деятельности. Это занятия, наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, игры, праздники, прогулки, экскурсии, ну и взаимодействие с социумом. Например, если мы берем направление «Вместе дружная семья», то как же это реализовать в детском саду? В детском саду младшей группе можно основное внимание уделить воспитанию любви к маме, к папе, к бабушке, к дедушке. Воспитатель беседует с детьми, обращает внимание о том, что мама заботится о всех членах семьи, поддерживает порядок в доме, готовит, стирает. И дети должны здесь научиться любить своих родителей, восхищаться мамой, оказывать ей помощь, убрать свои вещи, например, сложить игрушки, ну и так далее. Далее «Вместе дружная семья» блок. Здесь можно рассказать о членах семьи, которые проживают вместе с ребенком, предложить принести свои семейные фотографии, и каждый ребенок может рассказать о всех членах семьи. И таким образом, после проведения подобных занятий, мы можем подвести детей к пониманию значимости семьи в жизни человека. Это будет отправной точкой к формированию патриотического воспитания. То есть первое – это любовь к семье. Это очень важно, поэтому нужно здесь обратить на это внимание. В начале учебного года воспитатель обязательно должен познакомить детей друг с другом, с детским садом и с участком, на котором они будут играть. Вся работа, которая будет происходить вне занятий, это к ней относится к посещению помещений, беседы с детьми, различные игры, чтение литературы или целевые различные продукты. Можно здесь обратить внимание на то, что в группе, в окружении детей сделано все, чтобы им было комфортно. И здесь нужно показать детям, что они должны беречь те места, в которых они находятся. И ценить труд тех людей, которые для них делают комфорт. Вот это очень важно. И нужно познакомить с трудом взрослых. То есть познакомить в детском саду, конечно, сначала познакомить с трудом сотрудников детского сада. Помимо воспитателя у нас еще есть помощник воспитателя, медработник, музыкальный работник, повар, дворник. Через наблюдение, конечно же. То есть здесь можно это все проиграть в виде сюжетно-ролевой игры. Либо прочитать какие-то произведения, либо провести их, например, к поварам, показать, чем они занимаются, для чего они это делают. Поскольку мы должны с вами вызвать чувство уважения к людям, труда. Это тоже очень важно. Дальше, следующий момент, это родной город. Воспитание любви к родному городу – важная задача патриотического воспитания. Здесь можно показать карту улиц своего города, познакомить с близлежащими домами, с актуальными, например, памятниками культуры. Необходимо объяснить, для чего нужно название улиц, свой номер дома, почему они имеют, ну и на данном этапе дети должны запомнить свой адрес, адрес детского сада, название города, и, по крайней мере, несколько достопримечательностей своего города они должны знать. Дальше познакомить с историей страны, начиная, конечно же, с историей своего города. Использовать можно различные наглядные материалы, это могут быть фотографии, репродукции картин, слайды, схемы, рисунки. Можно детям задать вопросы о том, где они были с родителями, какие они знают памятники культуры, известные в нашем городе или вообще в целом в стране. Ну а также можно о дошкольном воросте уже сообщить важные даты в истории страны. Воспитатель при объяснении какой-то темы, конечно же, должен просто и доступно излагать материал, а также обратить внимание на различные памятники культуры и также культурные сооружения, которые имеются в городе, в близлежащем городе, а также в нашей стране. Можно оформить патриотический уголок с иллюстрациями и изображениями родной природы в разные времена года, сообщить детям названия страны, познакомить с культурой народа, с традициями, рассказать о великих людях, прочитать народные сказки, а также рассмотреть предметы народно-прикладного искусства. Можно начать учить небольшие стихотворения о природе. Например, очень много у нас стихотворений русских поэтов и о различных временах года, и об осени, и о лете, и зиме, и о весне. Это тоже является важным моментом развития патриотического воспитания. Ну и я вам хочу представить небольшое тематическое планирование по патриотическому воспитанию по месяцам. Ну, допустим, если мы берем самое начало учебного года, сентябрь месяц, а здесь можно провести беседы, ну, тут по неделям, да, расписано, понимаете, беседа «Моя семья», «Моя мама» – самое прекрасное слово на свете, рисование «Портрет семьи», а также беседа «Мама, папа, я, семья». Ну, это как раз первый блок у нас с вами реализуется, да, воспитание, патриотическое воспитание через любовь к семье. Далее в октябре мы можем провести сюжетно-ролевые игры «Бабушка приехала», здесь уделить внимание старшему поколению. Также можно провести конкурс рисунков «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», познакомить с профессией мам, дети могут нарисовать, рассказать о тех профессиях, которые они знают, которыми занимаются их мамы, прочитать сказку «Гуси-лебеди», поговорить о этой сказке, объяснить основные моменты, ну и также можно закончить данный месяц постановкой сказки, русской народной сказки «Репка». Дальше, ноябрь, здесь можно познакомить с сотрудниками детского сада, провести экскурсию, провести сюжетно-ролевую игру в детском саду, также «Беседа. Моя любимая игрушка», здесь дети могут принести свою любимую игрушку, познакомить с ней, рассказать, почему они ее любят, ну а также провести прогулку по улицам возле детского сада. Далее, в декабре мы можем с вами провести беседу «Хорошо у нас в саду», дальше понаблюдать за теми людьми, которые занимаются комфортом детей, например, в данном случае за помощником воспитателя, поговорить о труде взрослых, здесь уже можно понаблюдать не только за близкими людьми, но и за теми людьми, которые принадлежат разным профессиям, но и закончить этот месяц можно украшением своей группы или близлежащей улицы новогодними различными игрушками к новогоднему празднику. В январе, поскольку мы в январе большую часть отдыхаем, мы здесь взяли две темы, это акция «Покормить птиц зимой», это тоже очень важно объяснить, для чего мы должны охранять природу, заботиться о ней, ну а также можно вылепить, например, различные элементы еды у гостим знакомых, называется. Дальше, в феврале мы можем провести беседы о зимней природе родного края, можно выучить стихотворение, дальше нарисовать можно зиму, рассказать о празднике День защитника Отечества, можно сделать подарок для своих пап и дедушек, далее побеседовать о том, как стать сильным, ну и провести конкурс рисунков, например, приглашаем снегирей съесть любимку поскорей. Дальше, в марте, поскольку день 8 марта, то, конечно же, мы посвящаем маме, я и моя мама побеседовать, дальше мы можем провести конкурс рисунков «Моя любимая мама», рассмотреть предметы прикладного искусства, ну и поговорить на тему домашних животных у нас дома. В апреле мы можем провести такие мероприятия, как конструирование «Мы построим новый дом», дальше провести экскурсию к известному памятнику, инсценировка русской сказки «Теремок», ну и аппликация «Строим дом», то есть через любовь к своей семье, к дому, мы можем с вами сформировать патриотическое воспитание. В мае мы можем выучить стихи о родной природе, поговорить о нашем городе, нарисовать день города, рассказать, откуда взялся этот праздник, ну и, конечно же, день победы. Здесь мы должны с вами дать эту дату важнейшую, рассказать о подвигах наших поколений, и, конечно же, можно здесь и прочитать стихотворение, или вообще поставить целую инсценировку, да, ко дню победы, нарисовать рисунки, ну и даже написать письмо можно в прошлое. В выпускной группе мы можем предложить уже темы посложнее, чем было до этого. В сентябре здесь мы можем рассказать о членах семьи, рассказать и выучить стихи о семье, а также провести сюжетно-ролевую игру «Моя семья». В октябре мы можем провести беседу о важности труда всех людей, работающих в саду, прочитать стихи, ну а также провести конкурс рисунков «Мой любимый детский сад», поскольку дети выпускаются, и они должны здесь, конечно же, показать свою любовь и уважение к детскому саду. Дальше в ноябре можно провести конкурс стихотворений «С чего начинается Родина?», рассмотреть иллюстрации с изображением природы, познакомить с флагом и гимном. Дальше можно попеть русские народные песни, частушки, ну и поиграть в русские народные игры на улице. В декабре мы можем познакомить детей с достопримечательностями города, здесь мы уже можем расширить список, дальше познакомить с историей города, ну и провести сюжетно-ролевую игру «Почта». В январе мы можем познакомить ребят с русским национальным костюмом, также можно взять и другие национальные костюмы, если у нас дети разных национальностей, попробовать предложить нарисовать картинку, украсть самовар, познакомить с жилищем старинного русского быта, а также с интерьером русского убранства. Далее, в феврале мы можем с вами поговорить о профессиях, познакомить с теми реликвиями, можно так сказать сейчас, которые были на Руси, сейчас их нет, это, например, валенки, лапти, самовар, ну а также познакомить снова с 23 февраля, рассказать о подвиге, о силе и мужестве нашего народа, а также изготовить подарки для папы, дедушек. В марте, поскольку это 8 марта, мы можем читать стихи, петь песни, рисовать портрет мамы, ну и здесь уже усложнить задачу, провести беседу, за что я люблю свою маму, и как я ей помогаю. Вы видите, что темы повторяются, но они расширяются и углубляются, поскольку дети становятся взрослее, и они уже осознаннее подходят к беседе на такие темы, да. В апреле, поскольку день космонавтики, здесь мы уже можем затронуть космос, рассказать о космонавтах, о планетах, о дне космонавтики, например, сводить в планетарий, или показать звездное небо, ну а также провести сюжетно-ролевую игру космонавты, нарисовать планеты нашей системы. В мае мы говорим о дне победы, здесь мы можем изготовить прачечные открытки, показать можно фильмы, прочитать небольшие произведения, поговорить о них, а также просмотреть иллюстрации с изображениями природы родного края. Мы с вами поговорили о патриотическом воспитании в детском саду. Сейчас давайте мы перейдем к патриотическому воспитанию в школе. Поскольку это целенаправленный процесс, и он не заканчивается, после детского сада, естественно, плавно перетекает школу, и патриотическое воспитание, оно должно постепенно еще и развиваться, развиваться учителем после воспитателя и совершенствоваться. Ну, во-первых, мы можем выделить такие направления, как первое, это историко-краеведческое направление. Оно включает в себя освоение истории края, знакомство с прошлым родного города, проведение различных музейных уроков, вахт памяти, встречи с ветеранами, просмотров фотографий, ну и различного рода экскурсий. Далее, эстетическое направление, которое включает в себя изучение творчества писателей, музыкантов, художников. Это могут быть различные илитературные вечера, экскурсии, смотры строя песни, которые, кстати, сейчас очень актуальны в школе и проводятся обычно в феврале месяце, перед праздником 23 февраля, а также праздники народного фольклора, поскольку эстетическое воспитание, оно тоже является важным, и входит в патриотическое воспитание. Далее, следующее направление, экологическое. Экологическое направление, оно предполагает воспитание, любви к природе. Это могут быть выставки, поделок, это может быть и зеление, и уборка территории, изготовление скворечников, турпоходы. Здесь даже экологическому направлению может относиться уборка снега и различного рода отработки, когда дети убираются именно на своей территории, поливают цветы, ухаживают за растениями. Это очень важно тоже, потому что ведь это один из элементов к патриотическому воспитанию. Далее, предметное направление. Что значит предметное направление? То есть, это осуществление патриотического воспитания именно через изучение определенных предметов в школе. Во-первых, это, конечно же, уроки истории. Это уроки общества знания, это уроки правоведения, это уроки литературы. Ну и в каждой школе сейчас уже есть военный уголок, где дети создают стенды определенные на патриотические темы, производят выставку рисунков, например, ну и определенные какие-то тематические блоки, посвященные данному направлению, имеются. Обычно учителя проводят этот блок в начале мая к 9 мая, к Дню Победы, и такие массовые праздники с приглашением ветеранов, они сейчас наиболее актуальны в современной школе, ну и конечно же, они способствуют формированию патриотического воспитания. Какие же можно выделить формы патриотического воспитания школьников? Ну, во-первых, это побуждение, то есть необходимо увлечь обучающихся определенным проектом или театральной постановкой, ну даже проведение конкурса, например, смотр, расстроить песни среди всех, допустим, пятых классов или шестых за определенные какие-то там места, да, то есть, например, если школьники получат первое место, то, допустим, они будут отправлены на экскурсию куда-нибудь по историческим местам, то есть здесь нужно побудить, привлечь внимание, да, далее убеждения, убеждения через споры, дискуссии, отставить свои позиции, ну и приучения, то есть обеспечения коллективной занятости путем проведения различных соревнований, а ну-ка, парни, например, да, очень актуально в феврале месяце или а ну-ка, девушки в марте месяце, а также различных конкурсов, командных игр, спортивных соревнований, сейчас тоже это очень актуально в школе, ну и не нужно конечно забывать о том, что чувство патриотизма формируется в процессе обучения, социализации, воспитания школьников при поддержке конечно же семьи и других социальных институтов. Какие можно провести мероприятия в школе? В школе можно провести различного рода праздники, тематические уроки, классные часы, экскурсии по памятным местам, конкурсы, тематические выставки, организации школьного музея, тематические какие-то определенные классные мероприятия, ну и просмотры кинофильмов с последующим их обсуждением. основные направления патриотического воспитания в школе. Это могут быть такие направления, как связь поколений, растим патриоты и гражданина России, мой край родной, я и моя семья. Обратите внимание, некоторые направления у нас с вами пересекаются с теми направлениями, которые были в дошкольном воспитании. Например, я и моя семья, и мой край родной. Это у нас уже было. Здесь, конечно же, все это углубляется, расширяется и снова мы должны не забывать о том, что главная наша цель это воспитание патриота страны. Далее формы работы в школе. Ну, через, во-первых, учебную деятельность, то есть через уроки истории, общество знания, изобразительное искусство, музыку, ОБЖ и литературу мы можем формировать патриотическое воспитание. Ну, конечно же, тут большую роль играет учителя русского языка и литературы, учителя общества, учителя музыки, учителя изобразительного искусства, потому что мы можем устроить конкурс рисунков, да, ну и учителя безопасности и жизнедеятельности. Дальше мы можем проводить предметную деятельность. Сейчас в школах очень актуально применять и проводить декады по предметам. Декадные предметные недели это декады истории, например, декады литературы, декады ОБЖ, декады музыки, ну и остальных других предметов. На этих декадах мы можем провести массовые мероприятия, такие как, например, если мы берем литературу, то это чтение стихотворений, да, конкурс стихотворений, например, о направленном патриотическом воспитании, о Великой Отечественной войне, да, конкурс, например, рисунков о Великой Отечественной войне, прочтение книг с беседой о Великой Отечественной войне, далее мы можем написать сочинение или письмо памяти, да, где бы дети показали чувство любви, патриотизма и долга к своей стране, ну, декады музыки, естественно, через музыку здесь можно все это показать, на самом деле на любом предмете мы можем провести такие формы работы, и если мы с коллегами договоримся, то целенаправленно мы будем именно формировать патриотическое воспитание, все вместе решать единую цель, да, далее воспитательная деятельность, конечно, она очень важная и главная наряду с учебной деятельностью это проведение Дня Победы, известные праздники, День Защитника Отечества, военно-спортивные эстафеты, встречи с ветеранами, конкурсы стен газет, выставки плакатов, далее здесь можно обратить внимание на работу ученического самоправления, это может быть конкурс ученик года, соревнования различных классов, например, самый спортивный класс или класс безвредных привычек, это, кстати, очень действенная мера, когда дети сами себя самостоятельно координируют, сами собой управляют и между собой соревнуются, это даже действеннее, чем воспитательная работа, потому что если вы назначите ученическое самоправление и дети сами будут проводить эти конкурсы, то они будут эффективнее даже, чем наши воспитательные мероприятия. Далее работа дополнительного образования, это тоже немаловажно, потому что если в первый полдня дети учатся, во второй полдня они свободны, и они посещают различные кружки и секции, и здесь очень большая, конечно, работа лежит на педагогов дополнительного образования, но это могут быть различные секции по футболу, баскетболу, шахматам, туризму, плаванию, и, конечно же, они тоже должны проводить беседы и осуществлять и реализовывать свои цели, направленные на патриотическое воспитание, поскольку это очень важно. Ну и закончить выступление хотелось бы высказывать Владимира Владимировича Путина о том, что у нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Воспитание патриота своей Родины во все времена остается самой важной приоритетной задачей государства. Нам, воспитателям, учителям, педагогам дополнительного образования необходимо работать в этом направлении, направлении развития гражданственности, формирования чувства патриотизма, чувства долга перед собой, перед Родиной, перед страной, поскольку от этого будет зависеть будущее нашей страны. Спасибо всем за внимание, было приятно с вами работать. На этом вебинар заканчиваю. Если есть вопросы, можете писать, скачать вы можете презентацию, пожалуйста, можете поделиться с коллегами. Мы с вами рассмотрели сегодня формирование патриотического воспитания дошкольников и детей начальной школы. Я вам предоставила те направления работы основные, на которые можно опираться, небольшое планирование тех мероприятий, которые можете использовать работе. Спасибо всем за внимание. Олеся Васильевна, здесь был вопрос у нас, правда, не здесь, а в нашей группе в конференции, где шла трансляция. Лилия Александрова спрашивала, если в обновленных правилах есть слова, что детский сад предоставляет услуги, то как связать с воспитанием? Я так понимаю, насколько предоставление услуг и слова о воспитании можно увязать, как это можно увязать? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Может быть, он не совсем по теме патриотического воспитания, но вот такой вопрос возник. Вот, конечно, я поняла этот вопрос, это большая проблема у нас с вами, поскольку по новым в гос воспитатели и учителя начального образования, они у нас теперь координаторы, да, и как будто бы мы не должны заниматься данным воспитанием, все должны переложить на плечи родителей, ну, конечно же, во всем это зависит от нас, от того, как мы себя поведем. Я считаю, что мы должны с вами продолжать работать в данном направлении, все-таки, а кто, если не мы, да, потому что, вот знаете, был такой случай, когда я работала в школе, одна мама привела ребенка 1 октября, в первый класс, и она забыла, что им нужно 1 сентября в школу приходить, и привела словами, вот вам ребенок воспитывайте, мы же ему не скажем этому родителю, этому ребенку, что мы не будем тебя воспитывать, мы будем тебе только давать знания на определенные предметы, да, выучим тебя писать, говорить, читать, а дальше воспитывать будут родители, родители воспитывать тоже не будут, поэтому мы с вами вместе решаем одну задачу, поэтому естественно, чтобы не говорили, все мы с вами знаем, что только мы можем это сделать, поэтому я думаю, что от нас многое зависит с вами, да, особенно от воспитателей, учителей, и на нас большие надежды, и как правило, много современных родителей считают, что именно школы и детский сан должны воспитывать их детей, а не они сами, спасибо. Все, Татьяна, еще есть вопросы? Вопросов больше я не вижу. Спасибо огромное за внимание. Если будут какие-то вопросы, есть контакты, можете мне писать на почту, с удовольствием отвечу, поделюсь той информацией, которая вам необходима. спасибо. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, раз вопросов больше нет, тогда я думаю, Олеся Васильевна, мы можем отпускать. Большое спасибо, Олеся Васильевна, за сегодняшнее мероприятие. Мы вас отпускаем и ждем вас на наших следующих вебинарах. Будем рады следующим темам, вашим исполнением. я помню, что у нас еще с вами в этом учебном году еще запланированы встречи. Да, 15 июня. Большое вам спасибо, удачи и до следующего вебинара. Спасибо, коллеги. Всем субтитры.